Почти полторы тысячи лет насчитывает история казахской дамбры. Ее значимость в культурном наследии страны трудно переоценить и сейчас, в эпоху разнообразия музыкальных инструментов. В Паладарском музее хранятся уникальные экспонаты, на которых в свое время играли известные койши приортышья. На выставке побывал и наш корреспондент Ерба Лабишев. На выставочных стендах музея литературы и искусства имени Бухаржирау хранятся музыкальные реликвии. Экспонаты когда-то источали прелестную мелодию. Эти дамбры принадлежали известным предыдущим Ахынам, Мираму Асылгазину, Байгабулу Жалкубаеву, Нутфоле Шакенову, Халкену Кенжитаеву. Но есть среди них самая древняя дамбра. О ее точном происхождении нет никаких исторических данных. Известно лишь, что нашли ее в пещере на территории монгольского Алтая. Ученые приблизительно оценили ее возраст пятым веком нашей эры. На инструменте нанесена руническая надпись, что в переводе означает «Музыка приводит нас в состояние любви». Если вдуматься в смысл этих слов, можно понять, насколько древней считается дамбра. Ее корни тянутся еще за рождение тюркских народов. Благодаря этому инструменту казахи на протяжении веков хранили и передавали из поколения в поколение свою историю, обычаи и традиции. Народный мастер Бауржан Барлыков почти 30 лет занимается изготовлением дамбры. Ремесленник тесно работает с музыкальными школами, обеспечивает их воспитанников музыкальными инструментами. На его дамбрах уже выросло не одно поколение ахынов и кюши. Зачастую ко мне обращаются заказами учителя музыкальных школ. В последнее время много изделий отправляю в Астану. Это город молодых. Там сейчас идет большой спрос на дамбры. Мои изделия более качественные в звучании и приемлемы в цене. Наверное, поэтому от заказов нет отбоя. Отделение национальных инструментов в Паладарском музыкальном колледже открылось на заре независимости. Больше 70 выпускников Нурзия Габдулина уже научила виртуозно играть на дамбре. Учитель говорит, что в эпоху глобальной интеграции в мировое пространство есть единственный путь, чтобы сохранить культуру, искусство и родной язык. Подрастающему поколению нужно прививать любовь к дамбре. Хороший ученик должен превзойти своего учителя. Например, я простая учительница, а мои выпускники уже стали известными музыкантами, покорившими множество сцен. И везде, где меня встретят, они благодарят. Меня это очень радует. Сила дамбры не угасала во все времена. Она продолжает оставаться поистине выражением народной воли. В наше время музыкальный инструмент набирает популярность. Дамбру по-настоящему можно назвать национальным брендом.